Я рада всех приветствовать на своем канале. Мы уже дома. Мы уже дома. И сейчас мы в Энгольштадте идем прогуляться вдоль озера. Домой мы приехали уже давно. Мы за это время успели съездить еще в Австрию. Там побыть 2 дня. И вот уже последняя неделя, уже конец отпуска. Отпуск прилетел быстро, незаметно. Но для вас он будет чуть-чуть дольше, чем для нас. Потому что ролики я буду выставлять постепенно. Даже Баварский лес еще не кончился. Мы там провели активные 3 дня. Посетили очень много мест. Частично вы уже видели, частично еще нет. Но, как я говорю, мы уже за тот период, пока не выходили вот эти мои влоговые ролики, а был Баварский лес, мы съездили еще в Австрию. В Австрийский Тироль. Там мы тоже посетили пару интересных мест. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной. И постепенно я это все выставлю, все вам покажу. Здесь вода стоячая. И она вот такая зеленая от того, что даже тепло. Водоросли разрослись. И там сидят уточки. Здесь мы уже были, гуляли. Я ролики снимала. А, собачка. Собачка быстрее, чем парнишка на велосипеде. Здесь вода чище. Там уже собираются люди для отдыха. Вон там. Там местный пляж. Там можно купаться. Там находится чуть дальше парковка для домиков на колесах. И вот они там паркуются и отдыхают. В такой жаркий день. Очень приятно прогуляться по таким тенистым тропинкам вдоль воды. Здесь птички поют. Мы здесь катались на катамаране. А я попытаюсь оставить вам ссылочку где-нибудь вот наверху на тот ролик. Даже тут запускали дрон. Сверху снимали вот эти красивые пейзажи. Не знаю, в этот раз будем кататься, не будем кататься. Но прогуляться здесь очень приятно. Птички поют. Машкара какая летает. Я решила подойти поближе к воде. Тут вода тоже немножко зелененькая. Но это все от жары. Водоросли растут. Красивое отражение деревьев на воде. И вот там находится ресторан и площадка с катамаранами. Самолеты летят. Не знаю, видно вам, не видно оно. Но вряд ли его будет видно. Он настолько светлый, что полностью слился с небом. Это был пассажирский самолет. Когда с Мюнхена они вылетают или идут на посадку, их видно. Еще одна. Здесь мелкая рыбка плавает вон там. Большая стрекоза. Мы видели тоже такие рыбы. Видишь, какие маленькие плавают. Скоро вырастут больших-больших рыб. А вон там чуть побольше рыбка. Вон туда дальше. Вон там вдали семья лебедей и цветущие лилии. Вон там. Очень красиво. Людей гуляет много. К сожалению, катамараны не работают. Нам не удастся сегодня на них поплавать. Уже отсюда видно, что они все зачехленные. Все стоят укрыты чехлами. Не знаю почему, но вот так. Это окраины Ингольштата. Такие маленькие деревеньки. Да, это новые дома, новые постройки. Есть двухэтажные, трехэтажные. Есть вот такие многоквартирные. Есть на один этаж. Вот это многоквартирные дома. Сегодня выходной день. Людей на улице практически нет. Все... А? Жарко. Жарко. Но они все, наверное, в бассейнах, в парках отдыхают. Ну и все-таки сезон отпусков. Они сейчас многие в отпуске. Пожарные. Немножко блики идут. Старые дома. Это садик. Старый стадион. Вот такой. Правда, тут с закрытым забором, но красивые фотографии старого города и нового. Вот там. Мне нравится. Там все ближе и ближе к центру. Там 7 сентября ночь музеев будет. Все музеи бесплатно вроде же будут. Вот как раз проезжаем рекламу. Ночь музеев можно будет сходить, если получится. Вход в музей бесплатный. Такие маленькие магазинчики. Кафешки и многоквартирные дома. Внизу протекает Дунай. Да, сегодня у нас на улице жарко. Мы уже дома и хотелось опять показать цветок. Вот этот мой с фонариками. Амбильно теперь цветет. Очень много цветов уже осыпалось. И как я говорила ранее в предыдущих роликах. Как таковых листьев на нем практически нет. Сама лиана и вот цветы. Вот такие они красивые. Цветок необычный. Мне он очень нравится. И он был очень маленьким, когда я его купила. И вот так он вырос. Сейчас я уже несколько раз его перематывала. Вот эту всю конструкцию. Наматывала по новой. На улице очень жарко. Сливы мы уже собрали. Были сладкие, присладкие. Сейчас хочу вам показать, что же получилось с моими тыквами. Цукини хорошо растет. Каждый второй-третий день обязательно есть. А тыковки вот они такие. Надеюсь вам будет видно. Хотя она вон там листва. Вот в листве лежит вот такая огромная тыква. И у нас их несколько штук. Вроде бы 4 или 5. Там дальше вот видно еще в листве. Так что тыквы такие, что одной тыквы мне кажется хватит на всю зиму. И конечно же моя теплица. Тут в обед и после обеда очень жарко. Вечером хорошо. А вот сейчас очень жарко. Но я вам все-таки покажу какие у меня успехи с помидорами. Также тут у меня растет баклажан. Вот они такие длинненькие, красивые. Пока только 2 штучки. И вот помидоры, перец, огурцы уже начали сохнуть. Повел к тем помидорам, которые вот эти коктейльные, вот эти маленькие, которые я показывала не один раз. Их не стало меньше. Их много. Но они очень-очень сладкие. И вот не знаю как вам их показать. Вот палец. Они с ноготь. Их срываешь. И можно сразу скушать. Мои перчинки. Это они хорошие для антипасти. Их наполняешь, маринуешь. И потом можно кушать. Вот этот помидор, он вот такого цвета и останется. Это они уже поспевшие. Вкус у них очень интересный. Очень такой своеобразный, но вкусный. Этот куст с этими гигантскими помидорами. Это бычье сердце. Мы уже срывали несколько. Я показывала вес одного из помидоров, у которых был 600 грамм. Ну и остальные. Также хочу показать тем, кому интересно продвижение вязание моего платья. Которое я вяжу для дочки. И как я тогда ранее сказала, я его начала перед поездками. На длинные дистанции в машине, чтобы можно было чем-то себя занять, руки занять. И вот такое оно у меня. На данный момент это выглядит как маленькая кофточка до талии. Но я планирую вязать дальше до колен. Это уже у меня второй моточек этой нитки. Вязала я только в дороге. Так что успехи не такие уж и большие. Но я все-таки теперь дома и планирую более активно заняться вязанием. Вот такая тоненькая нить. И все-таки его довязать, чтобы хотя бы один раз успела его дочка поносить. Вот такое платье. Оно легкое. Очень такое воздушное получается. Ну и то, что я говорила. Девочки любят все блестящее. И цвета дочки нравятся. Надеюсь в скором будущем показать, как это будет выглядеть на дочке. Хотела сказать спасибо всем, кто был все это время со мной. А на сегодня это все. Хорошего настроения. И до новых встреч на моем канале. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok